Кто-нибудь знает, что такое фемт-то вообще? Слышали, что такое фемт-то? А как это сравнение в величину перевести? Это одна миллионная, одна миллиардная доля четыре миллиметра. Четыре эксперта разговаривали на языке Эйнштейна. Новости науки от мира галактик до физики элементарных частиц звучали иронично в формате прожектор Парис Хилтон. Ну, а раньше проводились эксперименты по изменению количества нейронов в мозге машин. Измерения или изменения? Изменения. Изменения. Вы пытаетесь меня подловить? Да. В рамках празднования десятилетия сети информационных центров по атомной энергии был бумажный сопромат для школьников, научно-популярное ток-шоу «Джаз-кафе андеграунд». На площадке томского тюза читалась пьеса с участием профессиональных актеров и артистических ученых. На день рождения в Томск приехали со своими проектами команды всех 17 атомных центров России. Распределились по школам и давали мастер-классы, лучшие практики, которые мы в своих городах делаем. Мы с коллегой из Санкт-Петербурга делали наши фирменные игры. Для меня лично было очень приятно, когда нам уже надо было подарки раздавать, подводить итоги, а у нас была игра, где дети должны были отстаивать ту или иную точку зрения касаемо науки, и мы не могли детей успокоить. Они все продолжали и продолжали с другом спорить. «Они очень умные, они задают очень много умных и содержательных вопросов. Видна системная работа с детьми именно в Томской области, и меня всегда восхищает эта история. Я бы сказала, это отличительный бренд Томска «Умные дети». Томск и Северск стали базовой площадкой для отработки различных форматов общения с самой широкой аудиторией – от малышей до профессиональных сообществ. Креативные команды атомных центров, открывшиеся в других городах страны за 10 лет, влекли в свои проекты экспертов в сфере медицины и астрономии – физики, биологии, химии, истории и лингвистики. «Популяризация – это вообще достаточно сложный труд и с точки зрения материально-технических затрат, с точки зрения психологических затрат. Поэтому я всегда восхищался выдержкой сотрудников ЦАР, которые вообще постоянно реагируют на эти вызовы». Среди постоянных партнеров Центра по атомной энергии – Томский политехнический университет, Северский технологический институт и, конечно, Сибирский химический комбинат. В следующем году он отметит 70-летие. «10 из 70 – это серьезно уже. Мы работаем вместе. Спасибо вам за поддержку и немножко поделимся своей историей». Единственный способ борьбы с мифами и страхами, которые изначально окружают атомную отрасль и мешают в развитии – просвещение. Ведь применение ядерных технологий далеко не исчерпывается энергетикой и оружием. «Ядерные технологии сегодня помогают лечить рак и помогают бороться с дефицитом воды, и помогают бороться с различными вредителями, используются в археологии и в искусствоведении». Пять тысяч мероприятий проведено за 10 лет. В них участвовало 8 миллионов человек и 500 экспертов. Разработано два мобильных приложения, шесть научных игр, пять форматов ток-шоу, проведено 24 фестиваля науки.